Ребята, всем привет! Меня зовут Руслан и мы на канале Батя в деле. Изначально этот ролик должен был быть немного другом, но сейчас он будет о проблеме, которая встретилась мне на моем пути работе в такси. Я сейчас не могу сделать страховку. Обычная сага с расширением под таксомоторной деятельность. Проблема в том, что все страховые отказывают. У меня уже просто начинается мигрень, болит голова и есть напряженка из-за этого, из-за всего, потому что приходится ездить по дороге без осага. Есть возможность получить штраф от сотрудников ГИБДД и если попадешь в ДТП, будешь делать это все за свои деньги, что тоже является большой сложностью. В прошлом году, допустим, я двигался таким путем. Я купил машину новую, сделал на нее ОСАГО после получения лицензии, допустим, спустя неделю. Я хотел расширить и меня отправили в главный офис. В офисе я без проблем написал заявление спустя день или два. Мне расширили мою ОСАГО до таксомоторной деятельности. Все, проблем нет. Оказывается, начинаются проблемы со второго, с третьего года. Так вот, изначально этот ролик должен был быть о том, как я делаю спокойно, без всяких проблем, быстро, без всяких наценок ОСАГО через РСА, через Российскую Ассоциацию страховщиков или автостраховщиков. Вот. Об этом должен был быть ролик. Но я начал снимать его с своего экрана, зарегистрировался там поэтапно, есть некая инструкция, как это все должно происходить. Ни одна страховая меня пропускает. Везде отказы, везде ошибка о том, что от ОСАГО не соответствует какой-то информации о машине. Я прошелся по топу всяких вот таких организаций, там, может быть, десятью. И делал это из вечера в вечер, там, по несколько раз, и везде был отказ. То есть, уже на панике я решил ехать и продолжать путь по тому же маршруту, как я делал это в самом начале в прошлом году. Я приехал в основную точку Росгостраха. Чувствую себя, как будто я на задание. Росгострах. 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 Тогда нигде не было сделать страховой на новую машину. Но тогда я говорил, что дни через 100. Сколько-то я получу лицензию и нужно будет ее расширять. Значит, ситуация так и получилась. Приобрел я САГО, поехал потом на Обручево. На Обручево мне через три дня после моего обращения переоформили, все нормально. Сейчас я столкнулся с такой историей, что мое ОСАГО пришло к концу. Изжило себя. Я начал перед этим суетиться, чтобы завел ЗАГО. Приехал также в отделение. Сейчас к вам, чтобы сделать ОСАГО. То есть вас не пропустят программы. Нужно ехать на Обручево. И они там сделают. А какой-то письменный отказ. Здесь нет письменного отказа. Здесь у вас отправление на предстаткового ОСАГО. Есть определенный закон, где страховая компания отправит запросить предстаткового ОСАГО. Я тоже пробовал через ОСАГО. Он мне просчитывал стоимость. Причем пытался через штук 10 разных страховых. И почему-то, я понимаю, страховые не заинтересованы в том, чтобы страховать таксичные машины. Это всегда у нас, знаете, сколько уже лет, именно с такси какая-то проблема. То, что у нас через 3 страховые осмотра. Короче говоря, через все компании, которые я пробовал, включая Росбус Трак, Согласие, ВСК, везде приходит письмо, что будто АИС, ОСАГО, нашло какую-то несостыковку в документах по машине, и поэтому не пропускает. Ну, а все данные правильные. Я написал жалобу в РСА, и все. Никакого ответа нет. Это просто сегмент. У нас просто то же самое. У нас программа не всегда выдает то, что просьба обратиться на ответ. У нас она может начать выдавать ошибки. Ошибка в шаблоне водительского проверения. Здесь у вас только один вариант. Это ехать именно в корпус, где есть полномочный сотрудник. У него каждый инструкционный фонтальный с вами. У него просто помажем на сиреневом бургаре, как там там. Но из-за того, что у меня был в Росбус Траке, уже мне, в принципе, интересно там. Я уже был... Они вам там одним днем сделают. Первоначальные договора, точнее, о забравлении, они делаются одним днем. Это переоформление, по-моему, 2-3 дня дается на переоформление. Они у вас берут документы, переоформляют, потом приезжайте, забирайте. Новый договор на новый год, они вам сделают одним днем. Одним днем. Просто ничего есть, что у меня закончился. Вот он буквально вчера, допустим. Должно все быть там нормально. Все быть нормально. Окей, ладно. Просто я переживаю по этому поводу. Нет. То, что он у вас закончился, и вы его вовремя не сделали, здесь ничего страшного не было. Здесь страшная комната, чтобы вам доехать, да? Без его. Без ДТП? Имейте в виду. Да. Просто, ну, сейчас это выглядит так, как будто бы, ну, вот, государство дрюкает меня за то, что я без него, и при этом сделать я его не могу. Честно, я расскажу о нем всех. Всех дрюк, у тех дрюк, все. Вот, вот, правда. Я просто свою машину тоже не ставлю здесь. В случае того, что у меня предыдущая владелька была лицензия на такси. Я бы с номера не поменял, но оставила те же. Я бы застракивались, давай, езжай на обруч, потому что у тебя машина есть лицензия на такси. Была. Я захожу в систему, они мне говорят, что есть. Я захожу в систему, она аннулирована. Я начинаю писать нашим андзерайтерам, что она аннулирована. Они говорят, что то, что она аннулирована, ничего не означает. Проходила лицензия, и все, она станет в сегменте, вроде бы, в стратистской форме. Я говорю, ну, и все. Я не понял, что она не стала. Поэтому у вас так же будет. Короче, ехать туда. Ну ладно, окей, спасибо. Ну, вообще, чудно, конечно. То есть нам не дают возможности сделать эту страховку. И при этом, типа, ты езжай без нее куда-то там. Пытайся сделать. А мы тебя поймаем, выписываем тебе штраф за это. А еще, если ты попадешь в ДТП, сам будешь за это платить. Вот. Ну ладно, окей, еще посмотрим на обручево. После я поехал в офис. Поехали. Поехали. да у меня проблема в том что вот не могу я получается сделать осаго у меня закончилась в точке росгострах и говорит что к вам нужно ехать и вы здесь сделаете таксишная ну я являюсь владимирского а если москва зачем вы спрашиваете пропишку прописка меняет что-то какой-то письменный отказ можно получить что вы просто отказываете меня закончила страховая моя которая была здесь сделана и я сделать ее не могу я остаюсь сейчас без нее там на сколько вы сказали на месяц то же самое не проходит ну а если пишем заявление проходит месяц в этом перезваниваете и говорите одобрено или не одобрено то есть в этот месяц с вами связывается назначать дату в этот день вы приезжаете на автомобиле с полным комплектом документов это лучше и оборудляется поздно если по каким-то причинам с вами в течение месяца либо не связались либо не зазвонились либо еще какие-то причины то с этим заявлением через месяц и так же с автомобилем может быть такое что перезвонили сказали не одобряем не бывает просто нужно месяц прождать в любом случае крути сделать не получится ну ситуация следующая они говорят что сделать мы ничего не можем пишите заявление через месяц вам перезванивают назначают день осмотра то есть еще не факт что это через месяц произойдет возможно это произойдет позже форму заявления я сейчас покажу вот так это выглядит заявление заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства заполняешься вот эту билиберду и типа и типа должны перезвонить через месяц но тем самым они получается но не хотят не давать отказ никакой бумажный потому что их рса или еще какая-то организация контролирующие эти процессы будет наказывать но при этом они меня возможными способами срезает чтобы не делать эту страховку чтобы я сделал где-то и в другом месте то есть система показывает что для такси никто делать страховку не хочет и это большая проблема в первый год когда я делал страховку такой проблемы не было как только год прошел со второго года началась вот такая история спустя время я уже просто начал искать какие-то варианты когда закончились когда мне все страховые отказывали начал искать варианты через там знакомых у которых есть свои таксопарки или ребят который давно таксует через что кто как мог бы сделать не это это страховку я уже был готов заплатить сверху потому что но потратил очень много времени и уже находился в опасной зоне в проблеме того что вдруг что-то случится из всех таких вот всяких рекомендаций знакомых мне предлагали такие варианты как сделать на четыре тысячи дороже это там комиссия какого-то брокера плюс еще какие-то его проценты сверху ну то есть какие-то сумасшедшие предложения и всех вот из этих я выбрал одно из предложений это было лукбека моего коллеги он посоветовал одно место в котором он однажды также решил эту проблему сейчас зайдем на их сайт оставим им заявку так честно говоря долго ждать и не пришлось вот я отключил камеру думаю сейчас но в течение какого-то времени созвонимся вот я представлял какой-то адрес и собирался двигаться в ту сторону через две минуты мне перезвонили мы поговорили могу ли я приехать будет ли какие-то проблемы или нет все сейчас поеду туда и попробую сделать справку там справку страховку там так ребята все страховка готово надеюсь это кому-то поможет такая рекомендация потому что я потратил на это три дня я ездил уже смысле три дня без страховки я до этого еще занялся до окончания своей страховки машину я теперь буду знать выход и я оставлю контакты номер телефона менеджера и сайт через которую я обращался на ниже описаний закрепленном комментарии если кому-то это поможет будет очень хорошо все всем удачи всем пока